Дорогие друзья, в конце 2015 года хочу рассказать о том, чем занималось объединение корпоративных юристов в 2015 году. Нас сплотила работа по концепции регулирования профессиональной юридической помощи. Для нас было важно отразить и сохранить право на судебное представительство юристов, компаний, добровольное вступление в адвокатуру, некоторые другие моменты. Объединение корпоративных юристов сделало хороший шаг за этот год вперед. И сегодня премия объединения «Лучший корпоративный юрист года» будет вручена тем, кто проявил свои лучшие качества в лидерстве, в проектных достижениях, в развитии юридической профессии, в карьерном росте, в ярких публикациях. Год был очень плодотворным для всех нас. И я надеюсь, что 2016 год будет еще более успешным. Желаю вам в 2016 году большого профессионального роста и личного счастья. С наступающим Новым годом! Ассоциация корпоративных юристов, несомненно, дает хорошее ощущение, хороший драйв, хорошую энергетику. Попробуйте все это сохранить. В сложном, но продуктивном 2015 году мы работали очень плотно с ассоциацией корпоративных юристов. Это касалось многих и многих законопроектов, это касалось оценки нами общих ощущений того, что происходит. В 2016 году мы также ожидаем от ассоциации деятельного участия в разработке целого ряда фундаментальных нормативных актов, которые будут рассматриваться Государственной Думой. Я бы хотел пожелать всем членам ассоциации хорошего Нового года, Нового года, который будет, надеюсь, добр ко всем к нам. Я очень рад поздравить объединение корпоративных юристов, всех, кто входит в это объединение, с наступающим Новым годом и пожелать в Новом году, конечно, дальнейших успехов, дальнейшего процветания и больших творческих планов и реализации, конечно, этих планов обязательно. Поздравляю всех членов АКЁР и саму организацию с наступающим 2016 годом. Желаю в Новом году здоровья всем, мира, добра, успехов и процветания. Великолепно Александре Константиновне желаю быть такой же оптимистичной, как и все последние годы. Желаю осваивать новые форматы, не останавливаться на достигнутом. Желаю всем противостоять новым вызовам, поменьше новых угроз и побольше радости и добра. Нам очень важно иметь таких верных друзей, таких людей, которые независимы от перемены времен непростых с нами. И мы бесконечно это ценим. Спасибо огромное. Я еще раз хочу поаплодировать. Год был непростой. И кто же сказал, что следующий будет лучше. Но это не повод нам опускать руки, особенно нам, юристам. Почему? Потому что я уверен, что именно от нашей повседневной деятельности зависит как успех нашего общества, так и отдельных граждан. Поэтому хочу пожелать вам терпения и дерзких мечтаний и их реализации. Спасибо. Очень рада снова участвовать в торжественном приеме АКЮРа. Одно из самых ожидаемых мероприятий года, как, впрочем, и все мероприятия, которые проводятся данным объединением. Особенно в этом году была масса интереснейших новых мероприятий, в которых посчастливилось поучаствовать, познакомиться с новыми коллегами, обменяться мнениями. Желаю АКЮРу дальнейших успехов, расширения числа членов и городов присутствия. Сегодняшняя встреча – это и есть, так сказать, первая точка отсчета для того, чтобы уже начать себя чувствовать в новом году, в праздничном настроении отдыхать и общаться с коллегами-юристами. Я бы хотел всем пожелать поздравить всех с Днем Конституции, пожелать, наверное, уже всего самого лучшего уже с наступающими праздниками. Не только от себя, но и от всех коллег из Министерства юстиции и, конечно, от Юрия Сергеевича Любимого. Искренне поздравляю всех вас с наступающим новым 2016 годом. Я желаю, чтобы наша такая хорошая юридическая смекалка никогда не покидала нас. Каждый год – это уже такая добрая традиция накануне или в день Конституции – собирать такое количество юристов. И, конечно, это можете сделать только вы, благодаря вашему руководству, объединениям корпоративных юристов. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником, Днем Конституции. Ну и, конечно же, поздравить с наступающим Новым Годом. «Акюр» – это самая представительная, самая большая площадка корпоративных юристов в этой стране, причем созданная таким абсолютно демократическим способом, когда люди сами присоединяются к этим встречам, к этим совещаниям, к этим площадкам, к этим дискуссиям. Они сами начинают писать законопроекты, предложения, присутствуют при обсуждении каких-то сложных вопросов, участвуют в конференциях, встречах подобных сегодня. Все это делается, исходя из понимания, что эти встречи, они полезные, интересные. В 2016 году «Акюр» может продолжить свою работу по законопроектной части так же активно, как в 2015 году, тем более государство нам дает для этого большой фронт работы. Общение и взаимодействие друг с другом, с корпоративными юристами, оно, безусловно, будет обогащать наш опыт, будет нам только на пользу и, в конечном итоге, будет на пользу каждой из наших компаний. «Акюр» – это одна из главных площадок, которая позволяет нам консолидировать наше мнение, влиять на решение государства даже каким-то образом. И могу сказать, пожелать успеха этой площадке, прежде всего, в следующем году, чтобы она сохраняла свою значимость, становилась еще более влиятельной, хотя, наверное, это уже даже сложно. Спасибо всем. Уважаемые господа, мы очень рады вас приветствовать в нашей уютной семье. Я намеренно употребляю это слово, потому что это единственное место, как в любую семью, все стремятся к Рождеству, и практически в это же время года все юристы корпоративные и некорпоративные пытаются собраться вокруг практически домашнего стола в ассоциации корпоративных юристов. Нам всем и нашей организации хотелось бы пожелать дальнейшего процветания в Новый год. Наша организация является уникальной, и я не побоюсь этого слова, уникальной на пространстве, ну, чуть ли не мировом, если хотите. И нигде, практически нигде в мире нет такой уникальной организации, которая бы сделала для своих членов так много, которая бы так в лице, в том числе и ее бессменного руководителя, нашей любимой и многоуважаемой Александре Константиновне Нестеренко, не уделяла бы такое количество времени, развития, самого понятия корпоративный юрист, созданию каких-то лучших практик, и, в общем-то, созиданию этой профессии, не побоюсь этого слова. Поэтому я хочу пожелать всем нам сплотиться вокруг АКЮРа, пожелать АКЮРу таким же образом развиваться дальше, и чтобы мы вот в этом чудесном зале, и, может быть, еще более чудесном зале, еще год от года встречались и праздновали новые года, и они все были такими же многоожидаемыми, а за плечами у нас было бы так много достигнутого, как за этот ушедший год. А я бы со своей стороны хотел пожелать всем членам АКЮР счастья, здоровья, быть такими же энергичными, полными сил, бодрости, чрезвычайно профессиональными. Я бы хотел пожелать, чтобы как профессиональное объединение организация способствовала продвижению реформы среди юристов, и чтобы АКЮР как бы стал одним из тех моторов, который объединит всех юристов, которые работают у нас на рынке, и как бы подняв это почетное звание, приведет к нас к новым достижениям, и, может быть, даже к новым идеалам. Поэтому поздравляю еще раз всех за вас. Ура! С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем! Спасибо всем, кто пришел сегодня сюда. Мы видим, что из года в год вы становитесь все более красивыми, все более нарядно одетыми, раскованными, и обсуждаете те темы, которые реально влияют на нашу профессию. Сегодня объединение корпоративных юристов очередной раз собралось для того, чтобы вручить номинации профессии, и все это происходит, как всегда, накануне празднования Дня Конституции. Огромное спасибо, коллеги, друзья, за этот выбор. Я, безусловно, признателен. Я, конечно, не претендовал на лавры Александры, и на лавры многих здесь присутствующих, не менее достойных этого. Крайно говоря, это моя первая профессиональная награда такого уровня. Путь был непростой. Спасибо огромное. Конечно, это очень почтительно стоять на этой сцене и быть среди других номинантов, которые удостоены таких наград. Я никогда не считала себя смелой, и тем более приятно получить номинацию за смелость. Спасибо. Конечно, победа в этой номинации была для меня большим сюрпризом. Я этого не ожидала, но мне было безумно-безумно приятно. Ассоциация корпоративных юристов стала для многих корпоративных юристов настоящим партнером, прекраснейшей платформой, где мы все можем свободно обмениваться нашими мнениями, где мы можем влиять на законотворческий процесс, высказывать свободно свои суждения и быть уверенными, что мы будем услышаны. Я очень признательна и благодарна за такую высокую оценку нашим профессиональным сообществам, моих профессиональных и деловых качеств, которые, безусловно, вложены в том числе усилия, как уже отметил Евгений, и консультантов, и всей команды компании «Интерос». Я хочу, безусловно, выразить благодарность Александре Константиновне Нестеренко и всем активистам и коллективу «Акюра», потому что спасибо большое, Александр. Для нас это очень профессиональная площадка, для нас является действительно очень ценным. Я благодарю всех за поддержку и за победу в своей номинации. Благодарю свой коллектив и юридическую команду компании «Интерос» за тот вклад в общее дело юридической профессии, которую, безусловно, мы все осуществляем. Мне очень приятно, что эта номинация присуждена на площадке объединения корпоративных юристов. Профессиональное сообщество нуждается в такого рода площадках, и это та площадка, которая нам не только позволяет обмениваться своими профессиональными мнениями, но и позволяет всегда понимать о том, что наша профессия нужна, она развивается, и что в этой профессии работают очень достойные профессиональные люди. Премия «Акер» – очень правильная, хорошая премия. Это единственная премия, может быть, которая чествует представителей профессии. Только что я получил приз за номинацию проект года. Под этим подразумевается проект, который мы внедряли в компанию МКС почти два года. МКС – это программа антимонопольного комплекса. Говорю спасибо тем, кто проголосовал за эту номинацию и за выбор нашей компании. Большое спасибо. Я хотел пожелать своим коллегам, моим друзьям, юристам в новом году. Желаю, чтобы все оставались на своих местах. Желаю, чтобы было много работы. Желаю, чтобы планка ожиданий от вашей работы, ваших работодателей, поднималась все выше и выше. И, конечно же, чтобы вы эту планку поддерживали своей работой. Более того, вызывали желание у ваших работодателей повышать эту планку. За вас, мои друзья, коллеги, за то, чтобы вас ценили в этой жизни и за то, чтобы мы все вместе повышали репутацию юридической профессии. Всего доброго!